Друзья мои, я приветствую вас на канале Строим Дом своими руками. Я очень рад вас сегодня видеть. И я хочу сразу поделиться с вами шикарной новостью. Ребята, на канале нас уже 5000 человек. Представляете, как это произошло за какие-то 4 месяца? Вы и мы вместе, нашей командой, создали такое сообщество, у которого есть перспективы, у которого есть будущее. Я обещал сделать на 5000 подписчиков конкурс, я его делаю. Есть видео по ссылке, когда я делал эту кнопку YouTube. У меня была мысль такая, вот я сейчас сделаю ее, когда у меня будет 5000 подписчиков, я уже буду как-то немножко знаменитый. Я, по-моему, об этом даже говорил в этой кнопке. И меня кто-то будет уже, может быть, даже узнавать. Ребята, это полный бред. Я понимаю, что для вас сама кнопка YouTube не является никакой ценностью. Ну, это просто открытка, потому что, ну, может быть, в дальнейшем она что-то будет из себя представлять, но на сегодняшний день это просто открытка. Поэтому не считайте, что эта кнопочка является самой главной вашим подарком. Короче, самый главный подарок будет в самом конце. Сегодня мы протягиваем проводку по нашей комнате. В предыдущем видео я немножко рассказал об этом, но это было так в двух словах. Сегодня я уже подготовился к этому вопросу досконально. Скажу сразу честно, иду я не совсем по правилам, а может быть и по правилам, но это будет правило моей квартиры, моего дома. И здесь я хочу сделать некоторые моменты. Смотрите, я вывел для себя схему. Чистый пол будет у меня подниматься от этого пола на 10 сантиметров. Это будет 5 сантиметров экструдированной пенополистирола. И, скорее всего, это будет теплый пол идти. Поэтому 10 сантиметров я взял до чистого пола. И, соответственно, у меня получились вот такие вот схемки. Кстати, многие спрашивают, что у тебя здесь за пена? Зачем она у тебя в этих швах? Окна пенил, прошелся, щелки были, я их пропенил. Меньше раствора уйдет на штукатурку этих стен. Конечно, я их поломаю, потом лишнее уберу. Понимаю, что кладка не идеальная. И многие писали, что она просто конь. И я с вами согласен. Возможно, она не такая уж и хорошая, но пеноблоки были кустарные. Об этом я уже говорил. Давайте эту тему закроем. Итак, смотрите. От нуля поднимаем 40 сантиметров розетки. Один метр это выключатели. Ну, то есть, вы понимаете, что все опустится на 10 сантиметров. Это будут 30, 90, 170. Это ITP кабель и это телевизор. То есть, в некоторых комнатах телевизоры будут висеть на стенах, потому что у нас планировка такая простецкая. Стиль минимализм, хай-тек, я сказал бы. Я не хочу всякие шкафы, эти антресоли, горки и всякую прочую гадость. В нашем доме все реализовано по типу встроенных шкафов купе. Так, 170 сантиметров ITP и TV кабель. Теперь мы берем от потолка силовой кабель 20, ITP 35. Но это вранье. Сейчас только что, когда я начал уже разметку по стенам, я понял, что если ITP, то есть, слаботочку, я пущу на 30 сантиметров ниже, а силовой пущу на 20, то у меня всегда со всех розеток силовые будут перебивать ITP везде. Они будут переходить через нее и тем самым создавать фон. Я не знаю, как это правильно называется у электриков, вот этот момент, когда она фонит на слаботочку. Я, короче, переиграл наоборот. И сейчас мы вот здесь поправим, просто вот это мы убираем. И у нас получается силовой 35 сантиметров от потолка, который сейчас пока деревянный. Он тоже опустится, потому что это будут либо натяжные, либо имитация бруса, либо гипсокартон. Короче, решим. ITP, он будет идти 20 сантиметров от потолка сейчас. Не знаю, может быть, сейчас будет кто-то меня критиковать, но я говорю, я электрик, самоучка, ребят, и я начинаю только эту тему постигать. Конечно, я уже какую-то теорию прочитал, что-то изучил, но в основном это у меня первый опыт прокладки медных проводов по своему дому. В этой комнате у меня была мысль сначала сделать проходной выключатель. Но потом я подумал, это надо быть насколько ленивым, чтобы встать и полтора метра пройти до выключателя. То, что розетку я добавлю. Кстати, есть такие фразы у умных людей, что розеток много не бывает, и здесь их будет действительно много. Раз, два, три, четыре, пять розеток в этой комнате. Ну, вообще, я планировал, что во всех комнатах их около четырех. Но в данном случае, я думаю, на входе всегда должна быть розетка. Здесь должна быть розетка, это прикроватная зарядка. Там должна быть розетка для прикроватной зарядки другого партнера. Но сын все равно когда-нибудь вырастет. Здесь должна быть розетка для, у меня, кстати, шесть, я вас обманул. Здесь розетка для компьютера, и здесь должна быть розетка для телевизора. Вон та и вон та розетка, они запасные для каких-нибудь таких целей. Там, ну, вдруг пылесос там включить, какой-нибудь, я не знаю, магнитофон. Блин. Ну, вы же сами понимаете. Всегда что-то приходится включать. Внутри здесь не будет никакой электрики, потому что это у нас встроенный шкаф-купе. Как я уже говорил, это просто шкаф-купе. Теперь мы начинаем с вами штрабить каналы под проводку. На одном из форумов было сказано, что оптимальный вариант для прокладки штрабы в пеноблоке это простой шуруповерт, только единственное, что с установкой фрезы. У меня фрезы не было, я попробовал это сделать простым сверлом. Мне не понравилось. Смотрите. Во-первых, его сразу выкидывает. Ну, короче, это фигня получается. Мы с вами будем использовать перфоратор. Ребят, первый блин комом, но я действительно никогда этого не делал. Штраба получается кривая, мне это не совсем нравится. Но использовать сейчас болгарку я не вижу смысла, тут будет все в пыли. У меня нет адаптера под пылесос, поэтому не судите строго, буду делать как могу. С перфоратором действительно удобно. Иногда включаешь под молоток, иногда включаешь просто перфоратор. И он может все делать, что вы хотите. Я не предполагал, что это настолько пыльно, настолько тяжело, потому что тянуть... Может быть, какие-то другие инструменты есть, труборезы и так далее. Но, ребят, я располагаю той техникой, которая у меня есть на сегодняшний день. И использую только ее. Я не знаю, может быть, вы думаете, что тот, кто снимает блоги, имеет просто несказанное количество бабла. Я вас расстрою, это не так. Приходится изобретать велосипед из того, что мы имеем. А имеем мы либо сейчас шуруповерт, либо мы имеем перфоратор. Больше ничего у меня нет. А еще есть болгарка. Но тут такая пыль поднимется, если я сейчас буду болгарить. Такой способ, конечно же, быстрее. Но насчет пыльности, это, конечно, кошмар. Мне кажется, все-таки сильно пыльный. Надо... Ну, у меня нет этой установки. Была бы у меня эта система, я, конечно, ну, пылеудаление, которое на болгарах крепится. Сделать ее сейчас самому можно заняться, но реально времени на это нет. Поэтому попробуем, попробуем так. Ребят, ничего, что я сегодня в маске. Если вы работаете с пеноблоком, то не обязательно покупать коронки по бетону. Достаточно вот такой коронки по гипсокартону. Стоит она в два раза дешевле. И она может все то же самое, что может коронка по бетону. Кстати, сечение, которое нам необходимо, указано на каждой из коробочек. Выставляем здесь, кстати, три варианта сечений. Выставляем необходимое и засверливаем под подрозетники. Ребят, реально делаю все первый раз в жизни. Эй! А, тут уже надо затянуть. Так, а чем затягивать? Мне ключик-то никто не дал. Опс, пошел искать. Прикольно, и все, что ли? Продолжаем вести штрабу под проводку. Друзья, мой вам совет. Используйте все варианты защиты глаз, органов дыхания и слуха. Хочу заметить, что стул штукатуры из предыдущего видео, по ссылке, мне очень пригодился. Не представляю, как бы я работал без него. Единственное, ступеньки с двух сторон не так уж и нужны. После завершения работы над штукатуркой стен, обязательно уберите всю пыль из каналов и прогрунтуйте их. Это очень важно для будущего оштукатуривания стен. Буду честен. Я не ожидал, насколько это тяжело штрабить. Я вообще думал, что сегодня мы с вами уже прокинем проводку. А у меня получается, что просто разметка и штрабление заняло почти весь день. Это жесть. Но я сейчас прибавлю темпы немножко, уже стало полегче в плане навыка. То есть, в начале-то я вообще был в шоке, когда только начал. Я думал, пеноблок, это же и звездка. Думал, ху, пройду я вообще в легкую. Ага, в легкую. Ну, блин. Нет, есть, есть, короче, попадается, например, мягкая порода. Ну, вот я думаю, вот этот будет мягкий, например. А есть прям вот, вот, видите, вот это бетон. Это проходить перфоратором, молотком. А что-то проходится просто легко, так классненько. Хорошо прям сегодня. Вот я бы не знаю, без маски, наверное, бы не справился. Надо брать с двумя клапанами хорошую маску. Я считаю, работа сегодня проделана глобальная. Ну, то есть, одну комнату мы сделали точно. Осталось теперь прокинуть проводку. И, кстати, ребят, в начале ролика я вам говорил, что у меня ITP кабель, он пойдет 20 сантиметров от чернового потолка, от деревянного. Но, когда я начал все это дело штрабить, я понял одну интересную вещь. Смотрите, вот там, где идет полоса вот эта, это я разметил под штрабу. Но вы увидели вот эту ступеньку. Я подумал, зачем мне делать эту штрабу еще одну дополнительно, ослаблять мой пеноблок, если я могу просто кинуть проводку вот по этой нише. И именно так я и сделаю. Это будет просто не 20 сантиметров от чернового, а 15. И я считаю, это оптимальный вариант. И так мы поступим. То есть, просто прокинем ее там по нише и замажем, и все. И будет классно. Во-первых, она будет далеко от сетевого кабеля, то есть, она не будет фонить. Во-вторых, я сэкономлю на штрабе. Так, здесь я сделал большую штрабу, сейчас я ее буду срубать, потому что здесь проводка пойдет как раз уже к щитку. Ну вот и все. Вот такой процесс. Идем дальше, работаем. Итак, друзья, мы справились! Мы, короче, проштрабили всю эту конструкцию. Сейчас мы приступаем к прокладке проводов. Я считаю, что я, в принципе, учел все необходимые моменты по этой комнате, потому что я переспал с этой комнатой уже, блин, не знаю, год, наверное. Я думал, как поставить кровать, куда ее можно будет переставить, если вдруг я что-то передумаю. Я думал, где поставить стол и куда я смогу его переставить, если я что-то передумаю или мой сын решит что-то передумать. Я думал, как можно разместить игровую зону и так далее. В этой комнате все просто крайне банально. Шкаф-купе, дверь, зона прикроватная, кровать, на которой я продумал поставить одну розетку с этой стороны, вторую с этой стороны. Место оставил под шторы. Вот здесь будет, скорее всего, тумбочка. Я не знаю, какой высоты будет тумбочка, поэтому я не знаю, как решат пододвинуть кровать ближе дальше. Поэтому я не стал делать с этой стороны, потому что я бы ее сделал, ее тумбочка бы закрыла. Зачем? Оптимальный вариант разместить здесь. Включил зарядник, положил на тумбочку, телефон заряжается. Правильно? Правильно. Вот. С этой стороны у нас что? Телевизор, который, возможно, появится на этой стене. Больше его просто разместить некуда. Компьютерный стол, который у любого ученика должен быть в любом случае, и подвод интернета, и подвод телевидения. Все, здесь будет кровать стоять, и куда ее можно переставить? А вот никуда. То есть это единственное место, где она может встать, и в принципе ее больше переставить в этой комнате невозможно. Кровати я хочу сразу делать двухспальные, нормальные кровати во всех комнатах, с перспективой на будущее, потому что... Нафига менять что-то, да, если можно поставил нормальную кровать, и ребенку кайфово, он развалился звездой, пока он молодой, маленький пацан. А потом, ну, дальше сами понимаете. Так, что мы сейчас делаем? Ребят, я просто очень рад, потому что я наконец-то это закончил, это реально тяжелый труд. Я никогда в жизни не штробил стены, я считал пеноблок это как по маслу. Так, друзья, я заболтался, все, давайте начинаем работать. Сейчас, а, да, к чему, собственно говоря, я весь этот месседж затеял. После того, как мы проштробили, мы это все пропылесосили, все штробы, я пока не прибираюсь здесь, потому что я приберусь по факту, когда закончу работу. Сейчас мы должны прогрунтовать все, и пока это будет сохнуть, я подготовлюсь по проводке. Да, я проложу сегодня кабеля и замажу их или местами, или полностью замажу их клеем для пеноблока, он лежит под вот этим навесом. Поехали. Ребят, я надеюсь, вы не забыли, что у нас конкурс прямо вот с минуты на минуту, скоро я о нем все расскажу. Я уже где-то говорил про то, что я использую исключительно жука, потому что жук это лучший, лучший грунтователь, смотрите. Кто как обычно говорит, кто-то говорит, надо начинать от счетчика и везти его уже в комнату. Я же считаю, что если у меня нет проблем с проводом, у меня его реально нормально, тем более я уже просчитал, где в какие розетки это будет размыкаться, разрезаться, я могу начать с крайней розетки и пойти на выход из комнаты. Я пойду таким путем. Может, я не прав, но мне кажется, так удобней. Давайте я пару минут уделю нашей проводке. Итак, основными проводами, которые пойдут у нас на розетке, я всем советую этот кабель брать, ВВГ, ПНГ, ЛС, 3х2,5 квадрата. Кабель ГОСТовский. Обязательно берите ГОСТ. На свет пойдет кабель ВВГ, ПНГ, А, ЛС, 3х1,5. Далее, что у нас пойдет на интернет? Так, ну тут я даже не знаю, смогу ли я прочитать, но это ATP кабель. Я взял два вида. Не потому, что я хотел взять два вида, а потому, что я просто взял и потом подумал, что надо взять еще. Короче, просто хороший ATP кабель. Так, дальше. У нас есть кабель для телевизора. Сейчас посмотрим, есть ли тут какие-то обозначения. КАКСИАЛ кабель 75 плюс-минус 30HM, ЭЛТРОС какой-то, САД-50. Короче, я говорил тоже, дайте мне самый хороший кабель. Стоит он недорого там в районе. Да блин, не буду я говорить цену, у вас она в регионе совсем другая. От моей явно отличается. Вот такой вот проводок. Я взял гофру металлическую. Это для кабеля ВВГ, ПНГ, 2х1,5, для того, чтобы кинуть свет по деревянным конструкциям. Я не боюсь того, что может быть какое-то короткое замыкание. Как оно там может быть, если не будет извне никаких проблем. А проблемы могут быть только от грызунов. Вот именно для грызунов я взял металлическую гофру. Все. И еще, ребята, небольшой лайфхак, который мне посоветовали профессиональные электрики. Есть два варианта вытаскивания из бухты. Первый вариант это разорвать целлофан и найти конец и распутывать ее по кругу. Плюс какой от этого? Если вы хотите проложить ровно прямой кабель по вашей штробе, то он пойдет ровненько. Второй вариант это просто берешь из центра и начать поднимать вверх. Но тут есть один момент нехороший. Провод начинает закручиваться. И вам придется постоянно его распутывать. Но зато он у вас не будет перемешиваться, перепутываться и так далее. Я сегодня попробую оба варианта и потом в конце скажу, какой из них удобнее. Как я не хотел использовать эти дебеля, но мне придется. Ну, там все рассыпается, короче. Просверливаем, одеваем, втыкаем. Вообще легко. Вот так делаем. Дебелек одеваем. И втыкаем его в лунку. Все. Теперь он никуда не денется. И дождется, пока мы их не начнем в тормозе. Если есть среди вас начинающие электрики, я вам хочу сказать главную вещь. Ребята, проводка самого провода это награда за сегодняшнее штрабление. Потому что проводить провод это просто райское наслаждение. Это так кайфово. Тянешь, думаешь о чем-то своем. Ну и об электрике, конечно, тоже. Но это так легко, это так прикольно, когда все подготовлено. Сейчас я протягиваю, в общем, провода. И либо точечно посмотрим, либо полностью я эту линию замажу. И еще важно обязательно на листочке прописать всю стену, где есть проводка. Сделать привязки к потолку, к проемам оконным, к проемам дверным и так далее. Это нужно сделать для того, чтобы в дальнейшем, когда вы решите что-то повешать, а вы уже не будете помнить, где у вас что проходит, вы сможете посмотреть вашу карту и по ней определиться. Еще какой момент я делаю лично для себя. Это моя фиха. Я не знаю, как делают электрики настоящие, но я решил, что я буду в этом доме делать конкретно розетка по центру. И если вдруг я что-то по карте забыл или как, я просто буду знать, что от розетки по центру вверх идет провод. И все. То есть лево-право я уже буду знать, что розетка и все, строго вертикально провод. Розетка и строго вертикально провод. То есть розетка никуда вправо-влево не отходит внизу. Не знаю, может так все делают, но, короче, я решил делать так лично для себя. И всем советую. Скажу честно, протягивать проводку мне очень понравилось. И я не увидел в этом никаких сложностей. Наверное, потому что заранее подготовил все для этой работы. Сверлил небольшие отверстия и устанавливаем кабель на фиксаторы. Оптимальное расстояние между креплениями я высчитал 50 сантиметров. Специально для тех, кто с дядей током на «вы», я расскажу подробности. Вы что-нибудь понимаете, что там происходит? А там происходит сейчас волшебство. Друзья, я не знаю, видно ли вам, не видно, потому что уже смеркается. Мы уже работаем сейчас около 8 вечера. И я замешал целый мешок клея. Поэтому в любом случае я буду заканчивать, ребят. Я должен это доделать. Вся поверхность смочена, загрунтована. Раствор готов. По мне, так, этот стул является очень функциональным и выглядит отлично. Но все же думаю отпилить одну ступеньку, потому что она не очень нужна. Итак, ребята, доброе утро всем. Вчера вечером мы проштробили все штробы. Заштукатурили уже по темноте. И как же так получилось, что вы меня не предупредили? Ну, вы-то знаете же, как это делается. Я делаю это первый раз. Вот сейчас я исправляю свои ошибки. То есть я все это дело проштробил, но не вставил пакеты. Сначала их. Ну, раз уж я показываю этот свой видеосюжет, то исправлять я буду тоже при вас, дабы показать, что это, в принципе, наверное, возможно. Когда я только приехал и подумал, что мне теперь делать. Ведь у меня же все готово. Смотрите, все, штроба все готова. И как мне их вставлять? И стало страшно. Сейчас я когда уже вот оголил провода кое-какие, вскрыл, я понимаю, что не так уж и страшно на самом деле. Я еще коробочки, честно говоря, взял, наверное, небольшие. Надо было побольше, потому что тут очень много связок. Но это единственное место, где их много. И такая же именно связка будет у меня в той комнате. Надо будет как-то разгрузить. То есть здесь получается розетка оконная, о которой я уже говорил, сделана для того, чтобы эту новогоднюю иллюминацию... Ну, всякие есть варианты, где надо подсветить сам оконный проем. Есть еще один такой моментик. Ну, мы очень с женой этого не хотим, но вдруг, 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 мы пока не знаем. В своих домах люди, которые готовятся к летней посадке огорода, они на подоконнике высаживают рассаду, и ночью ее надо подсвечивать. Ну, вдруг, я не знаю, вдруг это будет. Для этих целей я и делаю розетки в оконных проемах. Слушайте, даже начинает появляться мысль, а может не выкладывать такой видос вообще в эфир. Потому что явно люди, которые связаны с электрикой, меня, конечно же, сразу же застремают, что я все делаю неправильно. Я натянул уровень, чтобы мне примерно знать, какой можно сделать люфт. Подумал также, в данном случае, ребят, если даже я утоплю чуть больше, ничего страшного, если будем клеить обои, просто в этом месте бумага, ну, вы понимаете меня, да? Бумага заклеится, и все, и проблем никаких. Я думаю, что не будет, потому как, ну, в дальнейшем просто можно будет ее разорвать и достать. Вон ту крышечку, где она там лежит. Хотя, зачем сюда лазить, если проблем нет, не знаю. Сейчас мы начинаем штукатурить. Настроение, надо сказать, нормализуется. Утром я приехал, и когда подумал, а как я буду все это делать, было страшно, действительно. Сейчас я уже понимаю, что, в принципе, я понимаю, как это сделать. Я знаю, что все используют алебастер. По-хорошему. Но это для того, чтобы сразу начать работу. Я использую простой клей, потому что, как я уже сказал, я больше туда не полезу. Но если вы хотите потом сразу заняться этим, закрыть сразу весь стакан, то, наверное, используйте лучший алебастер. Ну, такая красивая консистенция. Все, теперь надо дать постоять. Я за это время пока подготовлю стаканчик. Вот сюда и вот сюда мы вкрутим потом саморезы. Здесь я не стал делать штрабу, потому что у меня, даже сейчас видно, да, как это в пота идет. То есть, это все дело заштукатурится хорошим таким трехсантиметровым примерно слоем. Я не знаю, насколько хорошо вам видно, ребят, но, короче, я поступил таким способом. Я отстрелял лазером и теперь точно знаю, сколько будет заходить в стену наша коробка. Теперь мне стало немного проще работать. Сейчас мы это все дело замажем, вставим и заштукатурим. Работать одно удовольствие. Я буду вам крайне признателен, если вы поделитесь своими идеями, мыслями и секретами правильного монтажа проводки, а также укажете на огрехи моей стройки. Я учту все ваши советы в следующих видео. Честно говоря, я бы хотел в комментариях увидеть действительно все нюансы, где можно ускорить процесс, где можно сэкономить, где можно сделать что-то более правильное и так далее. Потому что мне еще весь дом делать. Я просто хочу с вами посоветоваться, делаю ли я это правильно на сегодняшний день. Потому что сейчас я делаю это по наитию и по каким-то определенным знаниям, которые приобрел, читая ветки блогерские, смотря ютубы и так далее. Еще раз говорю, я не являюсь никаким учителем по ремонту. Я просто строю себе дом и пытаюсь построить его не на отвали, а построить его с умыслом, чтобы это был дом для себя. Поэтому я делаю сегодня это. В этой комнате, ребят, чтобы вы понимали, в этой комнате сейчас 8 розеток. Я просто сейчас посчитал и это офигеть. Но если честно, 3 из них технические, 2 это иллюминация на окна, то есть получается 3 можно выбросить. 5 розеток у меня идут просто для обслуживания к этой комнате. Это же для того, чтобы опять же потом не бегать с пилотом, не втыкать какие-то переноски, понимаете? Лучше я сегодня заложусь этими лишними 3 метрами проводки, которые мне обойдутся в 150 рублей, чем потом я буду мучиться с тем, что мне надо будет эти пилоты бросать, эти всякие переноски по всему дому. Я это крайне не люблю и считаю, что это несерьезно. Поэтому я вывел для себя такую мысль. Много розеток не бывает. Что я делаю неправильно? Пожалуйста, напишите в комментариях. Мне интересно, мне это важно. Также моменты, которые я не знал и узнавал, прямо вот здесь на стройке, быстро залазив в интернет. Что мне от вас хотелось бы услышать, это сразу, ребят, есть крепление влага сюда. Что вы посоветуете? Есть пружинки накручивать. То есть я могу просто зачистить сантиметров 5, все это дело скрутить в скрутку и накрутить сверху пружинку. Это первый вариант. Потому что сюда уже больше явно ничего докручиваться не будет. И раскручиваться эта конструкция тоже не будет. Поэтому я думаю, что такой вариант возможно. Одеть сюда эту накрутку, вот эту пружинистую, завернуть все это и закрыть. Все, посоветуйте, пожалуйста, чтобы вы использовали в данном случае. Если скажете паять, могу и паять, умею паять, паяльник есть. Вопрос. Во-первых, можно ли по одной штробе проводить провод света, который идет на коробку, и провод сети? Мне сказали, что в принципе можно. Я сделал так в этой комнате, но если скажете, что это не совсем правильно, буду на будущее знать. Теперь, вот здесь я заложил, как я вам рассказывал, я просто проложил провод по вот этому пазу и ляпками такими задел временно. Там идет у меня на ту розетку у меня идет сетевой, это для компьютера, на эту розетку сетевой, это для телевизора, и также идет ТВ-кабель. Это все у меня проходит вот по вот этому пазу. Но мне эта идея понравилась, потому что здесь был армопояс, и как раз это углубление осталось. Утеплять его здесь внутри я не планирую, потому что он снаружи очень хорошо утеплен на 15-сантиметровой минватой, и еще будет утеплено еще 15-сантиметрами, поэтому утеплять с этой стороны я вообще не вижу смысла, поэтому просто штукатурю это и все. Еще вот вопрос, скажите, как вы считаете, стоит ли вот такую гофру металлическую, в нее закидывать провод ВВГ-НГ, чтобы тянуть его по деревянному перекрытию? На всякий случай посоветуйте, надо ли в эту металлгофру. Я больше, знаете, не от пожарной безопасности, я больше от заблудившейся мыши. Мыши все равно могут быть в своем доме, если они вдруг туда подберутся, фиг его знает, провод заинтересует их, и они его грызанут. Ну, друзья, я хочу сказать, что для меня, как для начинающего электрика, очень понравилась вообще эта система проводки. Вообще проводка, я боялся и думал, что это очень сложный такой процесс будет. На самом деле мне понравилось. Покритикуйте, ребят, пишите все, пишите настоящую честную критику. Я хочу сделать хорошо, я делаю для себя, и мне надо сделать это классно. И мы закончили, друзья мои! Вообще получилось прикольно, я считаю. Посмотрите, может быть, даже не засчитывает, что это был косяк, то, что я не заложил сразу эти стаканчики, потому как на самом деле я не увидел никакой сложности вставить их позже. Даже, знаете, есть один большой плюс, то, что я сделал это не сразу. Я смог отстрелять приблизительно стены, затянуть эти шнурки, чтобы понимание было, как будет сам горизонт стены, и вывел стаканчики на ту необходимую высоту, который будет нужен для того, чтобы они были не максимально утоплены, и не минимально вытащены. Как я уже обещал, сегодня у нас розыгрыш. Благодаря моей команде, то есть вам, друзья, нас уже 5000 человек, и это просто не может не радовать. Ребята, 4 месяца назад, когда я начинал этот канал, я даже не мог представить, что вы меня так поддержите. Друзья, без капли лести и лукавства, я вам на самом деле скажу, что вы мне очень сильно помогаете в этом строительстве. Ну, тысячи лучей счастья вам и добра. Спасибо большое за то, что вы со мной, за ваши лайки и комментарии. Так, ну все, хватит лирики, давайте теперь поговорим с вами о нашем конкурсе. Ребята, я посмотрел десятки различных вариантов, как проходят эти конкурсы, что для этого нужно для участия, и все сходятся к одному главному мнению. Кто хочет участвовать в нашем розыгрыше призов? Нас 5000 человек, и значит, это будет 5 килограммов алтайского классного, настоящего, крутейшего меда. По ссылку я еще положу ту самую открытку, которую я сделал вот в этом видео про кнопку. Просто дополнением к нашему основному сладкому подарку. Что нужно сделать для того, чтобы участвовать в розыгрыше? Вы посмотрели это видео, это уже круто. Поставьте лайк, либо дизлайк. Ну, то, что вы должны быть подписаны на канал, я тоже требовать не буду, но хотелось бы. А, и еще важно, поделитесь этим видео в любой социальных сетей, которые у вас есть, любые, контакт, одноклассник, да хоть что. И пришлите мне ссылку на ваш аккаунт, чтобы я мог увидеть, что вы поделились и мог найти самого автора, который победит в нашем конкурсе. Розыгрыш будет среди тех, кто прокомментировал. Есть такая штука, называется рандомайзер, по-моему. Я скину на него ссылку, она сейчас под видео появится. И этот рандомайзер, он сам автоматически выберет победителя. То есть, тут моих каких-то предвзятых отношений не будет, кто мне больше нравится или и так далее. Я думаю, что тысяч на десять подписчиков я выберу самого прикольного комментатора и уже отправлю ему что-нибудь такое нормальное. Мне хочется сделать... У меня есть уже парочка на примете ребят, которые вот реально комментируют классно, и мне нравится их подход, нравится их суждение и нравится то, что им нравится мое видео. Это важно. Но об этом позже. Давайте сейчас сделаем нашу вот эту лотерею. Как у нас принято в России, да, за любой подарок надо платить налог. В данном случае налогом будет являться доставка. То есть, доставка ляжет на ваши плечи. Но, уверяю вас, я очень много отправляю меда по России. И скажу вам, что с Алтайского края отправить такую посылку приблизительно, которую я отправлю кому-то из вас, обойдется, ну, допустим, до Москвы в районе 600 рублей. Если это будут транспортные компании типа Энергия, Ротек, Деловые линии, ПЭК, КИТ. Да, вот, если они у вас есть. Но я думаю, они у вас есть. Почта России и компания СДЭК, к сожалению, дорогие. Я несказанно рад был вас сегодня видеть. И очень рад, что вы видели вы сегодня меня. Друзья, пишите комментарии, оценивайте видео. И до следующей встречи на стройке. Пока!